Борьбу за жизнь саратовского хоккейного клуба его болельщики развернули не на шутку. Несколько раз встречались с министром спорта, организовывали протестные марши и митинги. Губернатор, спаси Креста! Но это не помогло. Сейчас, за три дня до поставленных высшей хоккейной лигой условий, о полном возмещении всех долгов как по зарплате, так и по аренде льда для тренировок, общественники и специалисты разошлись во мнениях. По словам последних, в сложившейся ситуации есть вина чиновников. Для реализации поставленных министерством задач хоккейная федерация просила денежные средства. Мы не просили 100 миллионов рублей, мы просили 75 миллионов рублей, и мы попадем в плей-офф, и пройдем первый раунд плей-офф. Разговор такой был. Разговор такой был конкретно. И перед Новым годом мы шли в зоне плей-офф, не получая зарплату 4 месяца. И потом, когда вместо 75 миллионов мы получили 59, ясно, что мы не выполнили задачу. Сейчас, конечно, просто надо сказать, что мы плохо работаем. Отсутствие финансирования, говорят болельщики, можно заменить спонсорской поддержкой. Но для представителей бизнес-элиты необходимы гарантии, что вложенные в клуб деньги им вернут. Еще до завершения сезона несколько игроков саратовского хоккейного клуба расторгли контракт. Сейчас команда находится в отпуске, из которого, по словам болельщиков, уже многие не вернутся в кристалл. Все игроки уже в отпуске, они разъехались. То, что практически все, насколько я знаю, игроки по невыплате зарплаты подали заявление дисциплинарной комитетной лиги. Их контракты были досрочно расторнуты. И весь костяк команды сейчас уже тренируется, либо находится в отпуске, в лагерях других клубов. Предоставить финансовые гарантии о погашении долгов и вернуть кристаллу статус профессиональной команды руководство хоккейного клуба не может. Ведь средств на счету нет. А значит, по словам болельщиков, надежды спасти любимую команду почти не осталось. Екатерина Ковальчук, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов.